Северное побережье Северное побережье. Любимое место обитания самых крупных ластоногих в северном полушарии. Моржи вырастают более 4 метров в длину. Вес крупного самца доходит до 2 тонн. Бивни есть у самцов и у самок. Это мертвые клыки, весят по 5,5 килограммов каждый. У клыков есть еще одно важное назначение. Моржи цепляются ими за льдины для того, чтобы вылезти из воды. Или проделывают бивнями отверстия в льдине, чтобы не соскальзывать при сильном ветре или быстром течении. За это их назвали гуляющая с помощью зубов морская лошадь. Родовое название моржей – адабенус тросмарус. Они неуклюжи на суше и в воде им не требуется особой расторопности. Ведь моржи не охотники, а собиратели. Бивнями и верхним краем рыла моржи вспахивают дно и передними ластами собирают всплывших моллюсков. Вытащив их на сушу, морж начинает неторопливую трапезу. Моржовые усы не волосяные, как это может показаться поначалу. Это вибрисы – чувствительные и тактильные органы для поиска пищи под водой. Моржи держатся большими стадами, иногда по нескольку тысяч особей. Особенно много их на побережье земли Франца Иосифа и Шпицбергена. У моржей нет густого меха. Толстая, до 4 см грубая кожа и мощный слой подкожного жира защищают от холода лучше любой шубы. Очень любят моржи нежиться под северным солнышком. По действиям солнечных лучей кровь приливает коже, сообщая ей ярко-розовый цвет. Поэтому в летний период моржи на берегу значительно красочнее, чем зимой. Но едва окунувшись, морж блекнет. От холодной воды сосуды сужаются и кожа теряет яркий цвет. По окраске на лёжке можно догадаться, кто из них недавно купался, а кому была лень покидать пляж. Они безмятежно спят, плотно прижавшись к друг другу, наваливаясь на бока и ласты соседей. Их порой охраняют часовые, которые, заметив опасность, будят всё стадо рёвом и расталкивают своих спящих товарищей. После чего животные уходят под воду и могут пробыть там до 10 минут без воздуха. Моржи не собирают гарем, ограничиваются одной супругой и не разлучаются даже после рождения детёныша. Самец сохраняет самку с новорождённым и других детёнышей и своей супруги от предыдущих браков, которые не расстаются с матерью до достижения двухлетнего возраста. Не только отец, но и всё стадо оберегает малышей. Например, если кто-то из моржат устанет плыть, любой взрослый морж позволяет детёнышу забраться к себе на спину и там отдохнуть. Чтобы сохранить это уникальное животное, Всемирный фонд «Дикая природа» и Совет по морским млекопитающим учредили 22 ноября – День моржа. Субтитры создавал DimaTorzok